В Караганды директор агентства, которое отправляло моделей в заграничные бордели, останется за решеткой. 21-летняя бизнес-вумен пыталась выйти на свободу под залог, но в суде выяснилось, что девушек в рабство отправляли регулярно и большими партиями. О чем стоит знать, выбирая путь к подиуму, расскажет Людмила Батюшкина. 18-летняя карагандинская студентка Гульжан Ергибаева делает первые шаги в модельном бизнесе. В октябре она уже участвовала в показах на казахстанской неделе моды. История с продажей за рубеж девушек-манекенщиц привела Гульжан в шок. Конечно, страшно. Это вообще само по себе я считаю, что это рискованная профессия. Так как ты сам не знаешь, куда ты едешь, ты не можешь 100% это доказать. Две недели назад в казахстанском модельном бизнесе разразился скандал. Одно из карагандинских модельных агентств по видам работы на подиумах Арабских Эмиратов и Бахрейна отправляло девушек в бордели. По подозрению в торговле людьми, полицейские задержали 21-летнюю Анель Нурманову. Я никого не заставляла против их воли куда-то ехать. Все девушки доедины, улетали за границу добровольно. Они сами выбирали либо карьера модели, либо интимные услуги. Полицейские предполагают, что работала целая преступная группа. Ведь девушек отправляли каждую неделю до 10 человек. Часть из них по-прежнему в Бахрейне. Юные карагандинские красавицы так расплатились за мечту стать богатой и знаменитой. Анель Нурманова, вербовавшая девушек, представлялась им моделью. Однако в модельном бизнесе караганды о ней ничего не знают. Я думаю, что может быть здесь ее одной бы и хватило, чтобы уговорить, поговорить с родителями, уговорить девушек. Но там, в странах, где встречали девушек, в любом случае есть кто-то, кто их встречал, кто их там дальше использовал. По мнению Адильхана, предложение о работе модели в Эмиратах и Бахрейне само по себе подозрительно. Ведь там этот бизнес не развит. К тому же, если казахстанские модели и едут за границу, то в Европу или Америку. Так что прежде чем паковать чемоданы, лучше убедиться, какой бизнес в приоритете в стране прибытия. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.